Одежда для ведущих предоставлена магазином Монтон. На границе задержали калининградца, который избил сотрудника польской таможни. Переписка в соцсетях и фотографии под тотальным контролем ФСБ, когда приказ вступит в силу. Путешествовать по Европе бесплатно. Первый городской канал объявляет конкурс друзей. Новые фонари на фестивальной аллее не устояли от натиска вандалов. Компания-подрядчик подсчитывает убытки. Калининградцам предлагают научиться воображать. В городе открылся фестиваль «Импакт». Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город» в студии Мария Лукьянова. Главной теме. В понедельник около двух часов дня загорелось здание Министерства обороны на улице Кирова, 24. На место прибыло три пожарных расчета. Всех сотрудников срочно эвакуировали. В дежурную МЧС вызов поступил в 14 часов 19 минут, как нам сообщили на месте. В мансардах загорелась списанная мебель. Несмотря на срочную эвакуацию, паники никакой не было. Мы вышли буквально полчаса и в пожарной справились. Потому что все нормально. Серьезную грозу? Серьезную нет. К другим темам. На этот раз громкое задержание на границе Польши. Пойманным оказался наш земляк. Причем за происшествие семилетней давности. Он находился в розыске с 2006 года. Калининградца обвиняют в нападении на сотрудника таможни, когда ему удалось скрыться. На этот раз мужчину поймали, когда он пытался пересечь границу. Он снова попытался бежать, но тщетно. Нам удалось дозвониться до польских таможенников. Ситуацию нам прокомментировал начальник отдела коммуникационной таможенной палаты Ольштен Ришард Худы. Он не хотел разрешить на таможенный контроль. А потом хотел выбросить руками нашу сотрудницу. И там ее потолкал немножко. Суд решил задержать его на 14 дней, на 2 недели. И до того времени, наверное, суд будет решать. Очередной акт вандализма на этот раз произошел на фестивальной аллее. Не успели прохожие порадоваться освещенной улице, как несколько новых фонарей утром понедельника были повалены неизвестными. И это неудивительно. Люди умудряются уничтожать даже то, что до этого считалось антивандальным. Сейчас на этом участке фестивальной аллеи ведутся работы по благоустройству. А именно, мощение улиц, установка наружного освещения, урн и скамеек. Правда, после прошедшей ночи подрядчику вновь придется переделывать свою работу. Произошел вопиющий случай, когда вандалы за ночь уничтожили труды наших подрядчиков. К сожалению, работы даже еще и не были оплачены. А по факту, пять светильников, пять опор были вместе с фундаментами вырваны. И теперь придется их переустанавливать. Хорошо еще не были разбиты плафоны, круглые шары. Сейчас фонари демонтируют, а подрядчик вынужден будет установить их заново. И снова за свой счет. Отметим, за последнее время это далеко не единственный случай подобного вандализма. Полтора месяца назад на новом сквере у Акрополя неизвестные уничтожили три фонаря и сожгли две антивандальные урны. Стоимость одной около пяти тысяч рублей. Виновные не найдены до сих пор. К другим темам. Первый городской канал объявляет конкурс «Друзья». Твоя компания самая дружная? И ты хочешь отправиться в совместную поездку по городам Европы и проживать в лучших отелях? Тогда присылай совместную фотографию к нам в группу ВКонтакте. Прием заявок заканчивается уже в пятницу, 25 октября. Основное требование на фотографии должно быть от двух до шести человек. Победителей ждет поездка в Европу. Все участники акции получат и другие ценные призы. Абонементы в фитнес-клуб. Поучаствовать в конкурсе, показать себя и своих друзей может каждый. Для этого достаточно прислать фотографии своей компании друзей к нам на страничку ВКонтакте, первого городского канала или компании Travel Pride. До завершения приема заявок осталось буквально пять дней, и поэтому я рекомендую поторопиться. И тем, кто хочет здорово и классно провести время в Европе, необходимо прислать свою фотографию, проголосовать. Ну, конечно, помнить, что финальная десятка определится количеством лайков. Уже во втором туре 10 финалистов запишут ролик о своих друзьях, который можно будет увидеть в эфире первого городского. Самая дружная компания определится 29 ноября в клубе «Универсал». Акция проходит при поддержке компании Travel Pride. Смотрите во второй части нашего выпуска. Переписка в соцсетях и фотографии под тотальным контролем ФСБ. Когда приказ вступит в силу? Калининградцам предлагают научиться воображать. В городе открылся фестиваль «Импакт». Кабаны на Куржской косе стали ручными. Это доказывает фото наших телезрителей. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей города и мы продолжаем. ФСБ будет контролировать информацию в интернете. Пригородные поезда перестанут останавливаться на дачных станциях. А в Калининграде стало больше туристов. С этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит моя коллега Анастасия Данникова. В нашей постоянной рубрике короткой строкой. Здравствуйте! ФСБ России будет контролировать информацию, которую пользователи обмениваются в интернете. Ведомство планирует обязать провайдеров записывать и хранить все записи пользователей за промежуток времени не менее 12 часов. Спецслужбы при этом получат прямой доступ к базам данных провайдеров и смогут отслеживать телефоны номера, IP-адреса, записи в социальных сетях и адреса почты. Ежегодный туристический поток в Калининградскую область в среднем увеличивается на 10%. Об этом сообщается на сайте Министерства по туризму Калининградской области. Министр Марина Агеева утверждает, что большинство иностранцев приезжают в область с частными и деловыми целями. Так, в прошлом году количество туристов составило 475 тысяч человек. В основном из Германии, Литвы и Польши. С 5 ноября отменяются дачные остановки пригородных поездов. В первую очередь изменения коснутся Нестеровского, Советского и Светлогорского направления. В частности, на участке Калининграда-Светлогорска поезда не будут делать остановку в Романово. В России снизилось потребление алкоголя. По данным Минздрава, сейчас каждый россиян выпивает по 14 литров спиртного в год. Это на 13% меньше, чем раньше. По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего алкоголь употребляют в Молдавии, на втором месте Чехия. Меньше всего в мире пьют в Афганистане всего лишь 0,02 литра спирта на человека в год. Причем весь он контрафактный. На Паграм-переходе Мамоново к Жихотке открыли отдельную полосу для оформления чеков Tax-Free. Благодаря этому процесс оформления документов значительно сократится. Раньше печать на чеках Tax-Free ставили в здание, где находится обменный пункт. Сейчас, после получения паспорта на пункте контроля, туристы, пересекающие границу, подают бланки Tax-Free в соседнее окно, где сотрудник таможни сверит документы и поставит печати. Напомним, система возврата НДС Tax-Free позволит вернуть до 20% от стоимости товаров, купленных за границей. Подорожают ли путевки в детские санатории и лагеря? Этот и другие вопросы предстоящего сезона обсудили в понедельник власти региона. В 2013 году практически все дети области отдыхали в лагерях. Были и нововведения. Прежде всего, решили все лагеря сделать тематическими и предоставить места отдыха для каждой группы здоровья. Продолжат работу и по другим направлениям. Будем на следующий год расширять и различные снижательные формы отдыха детей. Мы постараемся сделать так, чтобы на следующий год приняли детей в те лагеря, которые мы взяли у Министерства обороны. Сейчас для этого и разрабатываются проектно-смирные документации, чтобы отремонтировать эти учреждения. И изучается вопрос, как бы содержательно наполнить отдых детей в этих лагерях. К лету планируют открыть еще два центра отдыха – лагерь Смирнова и Белоусова. Особое внимание уделят системе безопасности. В лагерях появятся камеры видеонаблюдения. Голландское бюро расследования и воображения приехало в Калининград. А точнее, его креативный директор и идейный вдохновитель. 21 октября город посетил Кристиан Фрюно, известный художник и исследователь из Амстердама. В рамках Международного фестиваля экспериментального искусства «Импакт» он представил свой проект «Спокойный город». И это не единственный сюрприз организаторов. За два дня фестиваля калининградцы смогут погрузиться в мир европейского короткометражного кино и экспериментальных видеоработ. По задумке организаторов, фестиваль должен показать примеры творческого креативного подхода не только в искусстве, но и в жизни. Так Кристиан Фрюно называет себя не художником, а историком и путешественником по современности. И его проект – это скорее исследование культуры, которое можно использовать. Вообще, фестиваль «Импакт» стремится отойти от канонов и избежать банальностей. Нам показалось интересным познакомить калининградцев не только с обычными формами фестивалей, но и показами видео, и всякими красивыми картинками, но также представить творчество художников, которое ориентировано на исследовательскую составляющую. Посмотреть экспериментальное кино и поучаствовать в дискуссиях может любой калининградец. Видеопоказы пройдут в кинотеатре «Заря», а обсуждение и встречи с художниками – на площадке клуба «Квартира» на Колосково, 13. Необычная встреча в эти выходные ждала всех отдыхающих Курской косы. Недалеко от поселка Лесное, прямо вдоль дороги, разгоревалась семья из четырех кабанов. Животные людей не испугались, а наоборот – охотно с ними фотографировались и даже принимали еду. Этими фотографиями с нами поделился наш постоянный зритель Станислав Солнцев, за что и получил денежное вознаграждение от редакции. Если и вы станете свидетелем необычных событий, то непременно звоните к нам по телефону 91-9404 или пишите на наш электронный адрес – канал1собакамейл.ру. А на сегодня это все. В студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok